Опа-опа-опа! Здравствуйте! Здравствуйте, на 9 этажах. Вот отсюда и начинаем! Мы делали перепланировку, потому что раньше здесь был вход в кухню, и эта стенка была дальше. Но вот это расстояние не позволяло нам сделать нормальный полноценный здесь шкаф. Потом мы сделали открытую прихожую, здесь все система хранения, она вся подвесная. Обувь можно ставить внизу, положить ее вот в эти ящики. И здесь тоже система хранения, вот здесь у нас прячется коллекторная группа и электрощиты. То есть вот там у нас датчики протечки на вход идут. И за счет этого мы еще выгородили здесь гардероб. Сколько делали интерьер, сколько здесь квадратов? Слушай, здесь квадратов 140, проект мы делали сам 3,5 месяца, ну почти 4. А реализация у нас была 9-10. Железные перегородки отделяются. А здесь постирочная? Это гостевой санузел. А, гостевой санузел? Да, он у нас очень яркий такой. Гигиенический душ, все вообще отлично, все удобно, все есть, полтенчик. Да, но света нам здесь много не надо, поэтому здесь света немного. Умс, умс. Да, здесь вход, типа такой блок. Слушай, а стиралка где? А стиралка у нас отдельная прачка есть. А, отдельная еще есть. Да. Вот это либо это? Это, да. Это прям отдельная прачечная. У нее раньше был с другой стороны вход, и она как бы попадала в детскую. Все в плиточке. Ну да, потому что влажность, и здесь еще натянем эти веревки, и распадывается здесь сушилка. Техника хорошая. Техника вся мере, да. Это получается сушка и мойка, да? Два в одного. Этот не выдвигается, он все. Вот эти, выдвигаются все. Да. О, отлично, тут можно грязный берег ходить в эту вещь. Да, да, и тоже черная сантехника. Да, пашная натурочка. Вообще нормальный такой. Ух! Это у нас детская, у нас два парня. Сына одному шесть, другому тринадцать-четырнадцать. И это комната старшего мальчика. Мы ее еще сделали такой побрутальнее. Немного лофта добавили. Обратите внимание на кирпичи. Мы принесли их только для декора. Вот, но если бы он, конечно, это все видел, мне кажется, он бы оставил. Вот мы балконы присоединили. Ага, круто, круто. Это незаконное решение. Да, да, да. Мы не собрали площадь, таким образом. А вы согласовали ее? Конечно, нет. На полу у нас лежит паркетная доска. Слушай, я сразу же вижу, что наклей паркет, все дела. Да, слушай, это на самом деле не паркетная, я все время называла паркетная доска, но это у нас инженерка лежит, она прямо на стяжке. Да. Всю мебель в этой квартире корпусную делала компания Редомет. Да ладно? Да, да, да. Ура, ура. Ты довольна? Нет, я довольна, все вообще классно. Мы здесь нормально сэкономили, потому что мы оптимизировали вообще каждую позицию. ЛДСП-шечка? Да, это все ЛДСП-шечка, но вот если издалека смотреть, то... Ну, пушка. Ты никогда не скажешь, да, что это все. Мы просто цвета вообще классно подобрались. Маша, и вообще, когда проект делали, изначально планировали развитие событий, чтобы мы могли где-то что-то экономить, поэтому цвета выбирали, такие, которые просто заменить потом в дальнейшем. Токовая система Деналюкс, кровать и вся мягкая, мякише все сшиты на заказ. У нас есть большое дружественное производство, которое нам это все делает. В принципе, все хорошо очень. Идем во вторую детскую. Здесь, я правильно понимаю, здесь как бы выступ есть, вы его обыграли таким образом? Да, да. Был выступ. Вот, вот, выступ вот здесь на самом деле. Вот здесь и вот тут. Да, 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 вон смотри. А, да, да, да. Чик-чик. Вот у нас здесь получается. Слушай, четко, четко, четко. Окей, погнали дальше. Прикольно, мне нравится. Ярко, симпатично. Это для младшего. Яркая, солнечная детская. Поярче, да? Да, она у нас поярче. Здесь тоже все было ДСП сделано. У нас были траблы с желтым цветом. Я хотела все сделать в эмали, мне нужен был определенный оттенок. Но в итоге мы ДСП подобрали, и оно как бы нам подошло. Мы цвет стен выкрасили под него, и поэтому все смотрится единым. Да, то есть вот эта стенка, это не панель, это просто выкрашенная стена. Это краска моющаяся. А как подобрали? Слушай, я взяла кусок ДСП и подобрала к нему свет. Ну, типа, считали сканером или... Нет, на глаз. На глаз! Смотри, у нас какая здесь сделана штука. Это лазилка, да. Это типа дерево. Вот, мы закрепились прямо в монолит через гипсокартонный потолок. Там специальные усилители у нас идут. Все, и на ней можно взрослым, детям. Все кольца удерживают вес взрослого человека. Вот эта штука, тоже на ней можно качаться. Для меня, честно говоря, это открытие, потому что всегда, когда дизайнеры рисуют, либо что-то вот такое на потолке делают, я думаю, ну как-то, а как это делать? Это на заказ было сделано? Да, это сделано на заказ, было. Ребята приехали, сделали замеры, потом уже к факту, как у нас было все подготовлено, ну и все. В принципе, они довольно быстро изготовили. Ну, круто, круто. Ну, она, по крайней мере, смотрится не пошло, как обычно. Ну да, да, красиво смотрится. Ну и здесь у нас, так как мальчик все равно пойдет в школу, мы заранее предусмотрели рабочее место. Также система хранения, здесь все открывается у нас. Так вот, и вот так вот. Радиатор. Радиаторы это какие? Эксаповские у нас радиаторы, мы поставили. А еще у нас здесь свет включается, смотри. Ну-ка, давай. Да. Вообще круто, домик. Это детский санузел, давайте посчитается. Да, да. Офигеть, круто. Здесь у нас есть зеркала. Это все тоже, Маша. Эмальушка. Эмальушка. Вот тут эмальушка, да? Ну, здесь как бы до экспорта нельзя, поэтому влажная. Здесь у нас система хранения над инсталляцией. Здесь мы поиграли с плиткой, тут ее три вида аж. Вот, терраса под дерево и вот под бетон. Ну, такая, чтобы не сильно грубая была. Вот, дезинтушитель у нас с унижа. Все, искусственный камень и выдвижные ящики. Две раковины, потому что два мальчика у нас идет. Живут. Идут. Живут. Очень круто. Угу. Пумс. Да, мы здесь даже специальную зеточку предусмотрели, чтобы щетки зубные заряжать. Угу. Здорово. Да, и вся фурктура черная. Акванет, понятно, в принципе. И этот торгует. Ну, акванет в хао-хаусе. Ага, ага. То есть, в принципе, нормуль, да? Да, ну, слушай, ну, ставим, по крайней мере, из всех черных смесителей этот адекватный по цене. Угу. Угу. Ну, там 1030, да? 35, да. Угу. Слушай, багетов, конечно, тут, да, хренейшие. Да, зацени багетку, зацени магнитные упорчики наши. Да, да, да. Ну, кстати, покажи, потому что многие не видели, не знают. Да, нам нужно, чтобы двери открывались ровно по кругу 90 градусов. Чит. Все. Угу. Надо, потому что есть подвески. Вот эти. Да, да, да. Угу. Ну, и потом все двери наружу, поэтому они тут не мешаются. Мы спокойно походим. Угу. На закусочку, да? К самому жиру перейдем. Ха-ха-ха. Так, ну смотри, здесь автономная полностью зона. У нас уже немножко здесь разобрано, поэтому, так, быстренько пробежим. Есть свой санузел. Ну, подожди. До входа в санузел мне очень нравится эта полоска. А, вот эти полосочки. Да, мы сначала думали, что мы сделаем латунные вставки. Офигенно вообще. Но мы в итоге покрасили просто. Это все нам сделала компания графита. Угу. Такая краска под металл есть. Клево. Они через специальный скотч такой, который... Я недавно, кстати, их краской перекрашивал себе столик икеи. Слушай, ну вот это у нас все монс, моющая краска вся. Она, в принципе, очень хорошо реально моется. Вот, я ей красил. Ну, не знаю, как для мебели, но посмотрим. Угу. Ну, все. Ну, короче, это клево. Это ребята у тебя, мастера, доделали уже красение? Нет, это делали прямо. Или это от них тоже? Это какие-то прямо делали, да. Очень красиво. Очень четкие стыки, прям. Угу. Есть твой санузел. О, мур-мур. Да, он в классическом стиле решен. Если детские у нас такие все современные получились, то здесь мы продолжаем тему гостиной. Душевая. Блин, а... Ну, да. Слушай, а здесь водонагреватели, они какие? Проточные? Вот мы маленькие проточные поставили. Это вот там, в постирочной стоит. Да, 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 да. Потому что, ну, здесь предполагается, что не будет отключаться вода, а если она отключится, его, в принципе, на два принятия душа хватит. Ну, да, да. Ну, то есть он довольно быстро нагревается. Здесь уже фасады чуть ниже, да, корпуса, и хоп, берешься. Да, 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 чтобы не пачкать. Ну, мне, знаешь, очень нравится, что вот именно стена такая чух-чух. Все встроено. Да. Крутяк-крутяк. Да. Здесь у нас гардероб. Гардероб и напротив него ушел в зеркало. И напротив него зеркало. Ну, гардероб не петок, вот, а напротив зеркало мы можем постоять, потому что ты выходишь, и сразу же у тебя можно салфануться. Да? При спальне свой гардероб нормально. Это, кстати, изначально планировка достройщика, мы только с проемами поработали. Угу. Попали чуть-чуть. Угу. Ну, и все, и, в принципе, спальня сама, ей много места не надо. Шторки нам все сшила Марина Дартек. Мы с ней постоянно работаем, это мои любимые партнеры. Если ты посмотришь на качество сшивки, посмотри, тут нет вообще, не видно никаких швов. Посмотри, как подгибки все сделают. Марина Дартек? Дартек, да. Мы по текстилю только с ней работаем. Потому что, ну, она прям, да, я ее обожаю. И она всегда такие идеи предлагает классно, она постоянно развивается. Вообще постоянно. У нее классные ткани, большой выбор. Валь, слушай, подскажи, а ты обычно как вот шторы к полу? Слушай, она вот так чуть-чуть лежат. Чуть-чуть, да? Да, то есть, получается, сантиметр или два, мы опускаем. Да, они лежат. Ну, прикольно, да. И покрывала ее, и, получается, подушки с наволочками, все тоже. Я понял, подсветильники, да, тут текстиль тоже имел место быть. Все в гармонии. Да, вот все в едином выдержанности. Мы старались по цвету. Смотрю, здесь выключатели, переключатели и с USB-шечкой, да? Да, да. Крутяк, крутяк. Ну, как бы это минимальный такой набор, чтобы можно было лечь и выключить, укрывать свет и стоить с той стороны. То есть у нас здесь тройной такой переключатель идет. Треки, да, везде? Да, везде это, этот, трехфазный шинопровод. Прикольная решетка. Да, мы просто здесь что-то новое пробовали, потому что, видишь, даже гипсокартон здесь. Да. Вот. Но она как под покраску. Да, она под покраску щелевая, классная. Мы их долго ждали, что-то мы их долго ждали, да. Но выглядит вообще идеально. Кривое решение, да, согласен. Здесь приятный свет. Сколько тысяч кельвинов используешь обычно? Слушай, здесь у нас, по-моему, идет, по-моему, здесь. Ну, он такой тепло-белый, да. Трешечка? Да. Ну, да, он весь теплый. Ну, приятно, хорошо. Погнали, красавица, дальше. Костяная. Ха, перегородочка, да? Перегородочка тоже, Маша. Клевая, необычная. Да. Ты мне скажи, вот смотри, вот заходим, да? Да, большая площадь, квадратик. Не жалко было ее? Это пожелание заказчиков было, потому что у нас два активных мальчика. Чтобы играться, да? Да, и нам надо было оставить, чтобы они погонять могли где-то. Круто, круто, круто. Я на самом деле, когда планировку смотрел, тоже об этом подумал, что такая зона для игр очень здорово подойдет. Да, то есть надо было оставить место для игр, как бы для кипиша какого-то, и все-таки ее как-то хотя бы зонально отделить в гостиную. Но мы же убрали здесь перегородку. Кто-то оставляет здесь. Мы полностью убрали. Здесь у нас кухня гостинная, совмещенная. Ну, на самом деле, компактная, да? Она такая прямо... Проект, проект и реализация метододам. Ну-ка, давай еще раз. Наш проект, проект. Проект, проект, так и... Хопа! Магик. Супер. Ну, вот кухня. Достаем, моем, режем, режем здесь. У нас есть даже видный холодильник. Здесь вот у нас плетан. Видишь, у нас вот эта темная сторона. Вместе вот так все в едином. Чтобы смотрелось. Как вообще относишься к кухням с островами? Не, остров это вообще классно, потому что ты постоянно за таким столом есть не будешь. Это все-таки парадный какой-то вариант для гостей, да, либо для какого-то большого семейного ужина, когда все вместе собираются. А жизнь показывает, что семья-то редко, когда все вместе собираются. Поэтому остров для перекусов вот у нас на три человека. Ну, оптимально, да. Да, они прям постоянно им пользуются. Такой он лаконичный получился, в один уровень, да? Да, в один уровень. В один уровень со столешницей, чтобы не перегружать. У нас горизонт был и как бы перспектива нормальная была, чтобы не перезаграживать. За счет присоединения лоджи у нас получилась отдельная столовая зона. Здесь все очень удобно и функционально. Два холодильника у нас. Они же маленькие по размеру, поэтому было бы мало для семьи. Вот клиент... Сайт-бей-сайт, да, получился. Да, у нас здесь не было, конечно, это продумано, но, в общем, у клиента есть кулер. Кулер, да. Вот такой вот. Видишь, розетку мы под него не предусмотрели, потому что не знали, что он будет. Поэтому он подключается за телевизором. У нас пока висит вот этот вот формат шнур. А в той комнате есть электричество? В гардеробе? Да. В гардеробе есть, да? Можно, если что, сюда. На сквозь ты имеешь? Ну, да. А вот телек, то, что высоко висит, а так и должно быть? Или... Ну, в общем, мы так и планировали, потому что диван, ты на нем все равно полулежа лежишь. И, в принципе, его удобно смотреть. Ну, и так как планировалось, что из гостиной, то можно... Ну, в кухне, да, будет смотреть. Поэтому высота, все нормально, да. Здесь электрический теплый пол, да? Да, здесь электрический теплый пол, везде под керамогранитом. Здесь, получается, у нас керамогранит. И на кухне тоже есть стеклый пол? Да, полностью здесь стеклого пола строя нет. А, нет, да? И здесь также стык. Стыки очень красивые. Стыки прям клевые. По декору здесь же... Я видел там кучу, чуть ли не вагоны привозили сюда. Ну, вот, представляешь, квартира большая, все разбежалось по комнатам. Декор у нас был из Happy Home. Это вот счастье, которое на московской находится. Ребята дали вот вазы, вот эти вазы. Это у нас A-Holz. H-Holz, A-Holz. Короче, из архитектора. Что у нас еще? Full House здесь и Atelier Deco. То есть, оформляется, и потом клиент покупает, что хочет, да? Ну, мы расставляем. Здесь клиент несколько дней жил с этим декором. И вот сейчас они список сделали, что они хотят оставить из этого. Иногда ничего не остается. И ты просто как дизайнер платишь декоратору, платишь за декор полную стоимость. Когда тебе выдают на съемки, и потом кто-то отдает просто так, ну, тебе возвратили. А кто-то за минус 70%. То есть, на самом деле, все это отснять, это дорогое удовольствие для дизайнеров. Поэтому, поставщики, давайте скидываться на съемки. Пожалуйста, мы бедные дизайнеры, у нас не хватает денег. Скажи, бюджет какой до этого мероприятия всего? Примерно хотя бы. Слушай, 10 и выше. Ага. Ну, сейчас, наверное, это еще выше. Ну, сейчас это выше, да. Потому что милель, все вообще растет. Цены на весь материал поднялись, цены на строителей поднялись. Просто в какой-то геометрической прогрессии. Сложность проектов увеличивается, они поднимают цену. Ну, и сам материал, все расходники, все. То есть, черновой материал, если раньше это был 5000 за метр квадратный плюсом, да. Сейчас это 10-11. У нас был где-то, ну, 40-50, да, за метр квадратный. Ну, как бы, включено, да, 50-70. Получалось врубаться на эту сумму. Да, а сейчас ты закладываешь просто сотку. Ну, как бы, ну, объективно, строители 30 берут. Ну, то есть, грубо говоря, если у нас идет квартира 140 квадратов, то это в районе, там, 14 миллионов. Да, да. Ну, то есть, условно, это вы сколько купили эту квартиру, столько вы в нее вложите. Если вы работаете дизайном. Это если по Екатеринбургу мы говорим. Да, Москва, это, конечно, дороже. Мы в Москве тоже делаем объекты, и в Питере мы делаем объекты, и мы даже в Турции делаем объекты. Так что, прощайтесь. Ну, я думаю, на этом можно заканчивать. Даже не все, что зашел с своей волшебной камерой. Да, я думаю, получился прикольный лайв. Оставляйте свои комментарии, пишите вопросы. Обзоры выйдут там у Даши с Пашей на канале, и у самой Вали, можно будет тоже к ней подписаться. Вот как раз ее видеооператор. Артур позоритает. Сидит Артур. Клевый парень. Вот, я думаю, создадут они тоже классное видео. Ну все, всем пока. Пока-пока-пока.